всем привет продолжаем так в одном из комментариев спасибо кстати что пишите комментарии очень важно для меня было упомянуто о файле конфигурации где можно централизованно управлять настройками теоретически в моем проекте у меня будет только один http клиент и поэтому в нем будет только одна настройка мне выносить этого не требуется но ради приличия конечно давайте же вынесем для этого давайте создадим новый файл конфигурейшн пусть не конфигурейшн ну только конечно не по-русски configuration в которой вынесем настройки в частности я хочу показать просто как создается как это выносить давайте создадим экспорт класс класс я создам статичный вернее созданный класса статичными свойствами пусть он называется также конфигурация но только с большой буквы и для этого мне нужно вот это вот штуку забрать то есть у меня есть класс у меня есть url есть версия и при входе час весь поэтому думаю что можно создать две настройки соответственно humor url я их делаю статичными ну пусть так называется обычно принято называть статичные с большой буквы вот я помечу что это стринг ну и собственно говоря тут у меня тут не вставляется план напишем сначала слава богу адрес помню наизусть ну и 5 части часть урла а теперь мне здесь нужно добавить еще слэш в 2 до в 2 это версия назовем его version и так далее нам необходимо вот эту вот конфигурацию заюзать так не заюзать использовать уже в файле в сервисе их юмор сервис мы его будем писать вот сюда вместо вот этого адреса удалим осталось теперь только использовать эту конфигурацию но для этого я напишу import здесь напишу каун фигурэйшн да слава богу нашла ну хорошо нам не подставила отлично но только я буду использовать ее немножко по-другому я напишу такую вот askfg то есть я я ничего никуда не буду инжектить я буду использовать его как статичный класс и здесь мне достаточно использовать интерполяцию я напишу такую штуку напишу kfg ведь он недоступен вот он мой хумор и еще вторую но опять же с долларами куда же без них я напишу kfg . version ну и в общем теоретически мне ничего не должно было измениться так а проверить мы это не сможем ну ладно проверим чуть позже но давайте перед тем как доделать все-таки рефактор смотрите у меня в методе get random и get by id есть практически одно и то же создание выборка здесь тоже самое я предлагаю создать какой-нибудь приватный метод который там я не знаю пусть будет приводит как некоторые говорят приводит правит вернее давайте параметр давайте так вот прям назовем humor параметр вот get парамс этот humor параметр мы сейчас создадим так humor параметр мы будем создавать в анти тех ну не знаю мне просто так нравится humor пара метр с но и т.с. конечно же экспорт класс будет будет humor пара метр с потому что они здесь вместе и здесь у нас первое что там айди двоеточим номбер обязательно кстати он может быть ну либо у нас напоминаю что вопрос эта концепция так скрипта напоминаю еще что все свойства которые создаются в java скрипте ну в концепции например в контексте даже в тайп скрипта они все публичные так что мне еще там есть у меня там есть каталокс правильно давайте проверим каталокс да вот я даже скопирую чтоб не ошибиться я уже ошибся каталокс это у меня каталог что-то неправильно писал каталог и вот такая штука теоретически он тоже быть ну либо у может так нет учета не хватает или категория а я же назвал категории извиняюсь категории ну что поделаешь будет категорией она автоматически заинжектила пусть он по молчанию равен ничему и еще один из параметров меня есть вот из adult я его тоже сейчас создам он у меня будет буллин и и по умолчанию естественно равен фолс нет фолс вот теперь у меня есть humor параметр теперь я здесь могу за использовать humor параметры я их назвал потому что их много вот у меня появился файл в импорте ну и в общем мне нужно здесь какой-то сделать ретон вот как раз вот этот ретон мы здесь и будем делать я вот этот вот забираю вот сюда вставляю здесь ретон надо дописать что это метод однозначно ну и собственно говоря мне здесь нужно сделать ретон тех самых парами торс вот единственно что мне здесь нету айди я так вот напишу айди и напишу номер ой номер будет вот есть весь метод который может принимать или не принимать это а дальше он собственно говоря делается то же самое теперь я отсюда могу могу вот это вот все так и задул трава удалить отсюда могу тоже вот это все удалить и вместо вот этого могу написать get по парамс вот и здесь у меня сформируется параметры здесь тоже самое могу написать без нет парамс но сюда я еще хочу опустить идентификатор и соответственно вот они равен айди а так секундочку так немножко неправильно конструкции сделал я сейчас объясню почему сервис построить таким образом что либо приходит идентификатор когда я получаю конкретно по идентификатору конкретную запись либо выборка и используя категории тогда мне нужно делать вот таким вот способом я тогда могу сказать вар параметры не так парами и торс равен you как раз вот эти вот humor параметры вот и написал вот и теперь я могу сделать следующее я вот это вот удалю давайте до конца доделаем параметры давайте проверим вот так вот если есть айди нет и так если айди у нас существует тогда мы говорим что у параметров айди равен айди а в противном случае сделаем вот так если а вот так вот даже вот то есть не просто выдаем параметр но еще и проверяем так и получается если айди не задано тогда мы будем делать выборку здесь соответственно у нас есть называется что на каталог с это как я назвал а каталог с так вот а почему нас большой буквы ты так секунду сейчас проверим каталог параметр давайте маленькой напишем давайте напишем к нет каталог все с маленькой сохраняем возвращаемся здесь напишем каталог равен так что у нас не равен почему так один момент а подождите мне же нужно здесь идентификаторы конечно есть не категория ошибся здесь нужно быть набор номеров ну смысле только номера категории давайте сохраним все о все сработало еще раз поправим так и теперь проверяем что у нас айди параметр так у нас еще один параметр не установлен давайте вот так сделаем параметры ножи а этот есть а тут да вот напишем is adult равен this is adult но его вернем эти параметры вот теперь собственно говоря мы можем закончить рефакторинг до закончили теперь давайте им переделаем вернее у нас есть компоненты сейчас покажу вот компонент у нас есть категория селектор и к нему есть этот а для вьювера нету вьюшки давайте сделаем вьюшку так но второй компонент у нас уже наполовину существует humor viewer у нас есть даже есть одна вот вызов метода давайте для начала сделаем вообще сам файл хумор вьювер да что такое вьювер вот так вот вот но здесь по образу и подобию предыдущего сделаем темплейт обязательно для урелей для начала давайте сделаем баттон какой нибудь случайный показать случайный и на вызов поставим триггер так напишем клик делегейт вы get как он там называется get humor ну пусть будет get humor ну это конечно фигня вот get humor и и в общем-то давайте запустим и проверим что это работает не так я вас немножечко обманул суть в следующем у нас есть два компонента который называется вьювер и у нас есть компонент который называется селектор да я кстати немножечко передел отображение категории мне показалось что это не очень удобно поэтому я вот эту штуку удаляю а вот эту штуку вот напишу в смысле как-то раскомментирую теоретически они должны когда вот они показали смотрите категории у нас теперь имеют галочки то есть она выбрана или нет в общем то что как раз и нужно но пока на самом деле это не очень нам чего дает потому что у нас есть категория селектор у нас есть категории у их юмор сервис и выбранные категории каким-то образом должны попадать он должен попадать в сервис вот у нас selected категории есть и селектор есть selected категории снука между собой связать но да возможно вы скажете что нужно использовать какой-то во вьювере вот сюда передать параметры но я не сторонник этого поэтому я немножко буду делать по-другому есть такой паттерн называется pub sub или publication subscription его полное название поэтому я сейчас его попытаюсь реализовать но посредством конечно же аурели итак поехали что нам для того чтобы передать данные и селектор категории в список юмор сервис нужно нам нужно чтобы при выборе вот этих вот категорий который вот галочка включается выключается соответственно давайте начало по проверим вот у нас есть select категория щас скопирую открою селектор и вот здесь вот таким вот образом напишу you l you l да и теперь вот так напишу option option и напишу for все время забываю repeat for вернее cut of selected категория я просто хочу посмотреть что у меня они отображаются то есть именно показывается что выбираются него так для этого нужно здесь вот поставить ну конечно же вот такую штуку и написать кат как и там катя написал мы неважно name то есть я хочу увидеть список выбранных категорий вот и не работает ну так я догадываюсь почему потому что у нас да у нас категория выбирается мы не где-то внутри там то есть у нас selected категория остается пустым ой что ты идут нет все правильно для этого нам нужно сделать что а вот я уже вставил change selected change it теперь нам нужно просто реализовать для этого нужно здесь написать ну пусть будет вот так вот selected change it is теоретически мы здесь должны подставить значение об изменении для этого нам нужно что нам нужно сказать что вот эти вот категории selected категории они должны браться из категории которые нужно отфильтровать фильтр сказать они должны здесь у нас или анда будет где selected то есть вот вот так вот должна быть сейчас проверим так картинка о смотрите все заработало то есть вот включенные категории как вы видите так а изначально они у нас получается не выбраны но это плохо давайте изначально сделаем чтобы не были выбраны категории но это на самом деле делается очень просто так как у нас категории изначально созданы и вот в самой самой у нас стоит и selected true то есть такое то есть ход интересный то есть такое свойство называется attach it у аурели я скажу что this selected категории равны this категории ну то есть все что есть они теоретически уже выбраны я сейчас нажимаю сохранить браузер сам перезагрузился как вы видите он обновился и показывает и в общем все работает именно так как и предполагалось значит так другими словами у нас теперь есть выборка категории вот мы их видим теперь я могу вот этот дополнительный код убрать это работает вот теперь у нас какая задача ну ладно не у вас меня мне нужно чтобы выбранной категории каким-то образом улетали вот в этот вот сервис потому что вот эти вот selected они должны соответствовать тому категории ну тому набору который лежит в селекторе есть такая фигня называется папсап я уже про него сказал паттер здесь он имплементирован в библиотеке который называется event агрегатор я его сейчас установка я даже даже сделать вот такие способы у меня есть категории селектор я в него хочу заинжектить мой джек подключился хочу бент агрегатор есть такая штука да как вы видите он находится аурели венток агрегатор через дефис вот мне осталось и сюда теперь раз у меня есть конструктор я хочу сюда event сейчас я напишу event агрегатор это типа event агрегатора заинжектить ко мне сюда в класс так что ты не то нажал я хочу сделать вот так теперь у меня были здесь event агрегатор так с маленькой буквы конечно же вы вправе сокращать как удобно но вот у меня такая привычка я не сокращаю никогда я пишу полностью ладно теперь у нас есть event агрегатор что это нам дает у нас теперь даже два нужно не удалить что-то нам дает у нас есть так называемый подписчик то есть управлятор подписками нам теперь нужно когда когда изменения какие-то до для начала при оттачи у нас должно выстрелить какое-то событие то есть мы должны передать всем подписанным сервисом что у нас список категории выбранных изменился для этого я делаю event агрегатор и говорю publish соответственно какое-то название события и что я говорю что у нас есть selected categories то есть другими словами я делаю какой-то выстрел воздух и говорю что ребята смотрите он красного цвета кому нужен красный цвет забирайте здесь я сейчас это сделаю ну допустим так вот категории категории с давайте вот так напишу чем чит и когда категории изменились полетела вот это вот событие другими словами мне это нужно добавить и сюда почему потому что при изменении клика то есть при если я клик на мне категории изменится и я собственно говоря выстрелить то же самое событие но вот это вот конструкция она не очень правильно давайте сделаем но ти фай нож раз уж решили писать правильно эти фай категории чем чит правильно я везде всегда пишу и прошу писать я всегда прошу всех писать правильно поэтому сам буду писать правильно вот и соответственно я могу теперь сказать что у меня вот эта вот штука должна выстрелить ну и теоретически она должна быть здесь то же самое в общем у меня есть нотификация которая выстреливает при изменении каких-то событий сейчас ее естественно никто не поймает я скопирую название вот этого события вот и я хочу вот это вот изменение сделать поймать в humor сервисе для этого соответственно мне тоже нужно сюда event нет event агрегатор да соответственно мне также нужно прокинуть в конструктор event агрегатор типа event агрегатор здесь меня идет ну давайте сразу так напишем hard wait this event агрегатор event агрегатор в общем теперь мне нужно создать свойства в этом не visual studio код поможет вот ну и собственно говоря когда у меня есть уже event агрегатор при начале вообще каких-то телодвижения мне нужно подписаться ну вообще подписаться на какие-то изменения давайте сделаем вот таким вот образом у меня есть наверно такая штука сейчас попробую работает или нет регион и ну чтобы спрятать лишнее но не нужно и здесь напишу end регион сейчас проверим да работает отлично а мне нужно еще здесь написать helpers тогда я буду видеть что у меня здесь ctrl к д лично проверяем да отлично работает регион и так мне нужно для начала вот в ауреле кстати есть sub scribe вот у меня уже есть event агрегатор кстати а вот почему иногда вот почему я использую полное название потому что это общепринятое правило и теоретически все вот сниппеты они работают на вот эту штуку то есть у меня есть метод subscribe который возвращает который ничего вернее не возвращает кстати здесь не изучает промесли не указал но тайп скрипит позволяет а у меня здесь есть какое-то название события если помните его скопировал и здесь у меня должно прилететь что-то типа категории с и таким образом у меня selected категория с равно категория в общем единственное что осталось то вот этот метод выполнить так как у нас этот сервис не появляется на юлайз значит методы оттачи детач не будет работать поэтому я просто выполню его вот здесь вот но собственно грязь конструктор теперь можно проверить давайте это проверим как мы это проверим мы так откроем ой f12 поставим нужные бряки на подписку параметры нам пока не нужны ну и в общем что я теперь делаю я теперь так сохранил так сохранил и теперь смотрите я меняю список категории вернее я меняю выбранной категории у меня во первых на тифа и категории ченчит выстреливает события на я отпускаю и ничего не происходит но видимо не до конца сделал сейчас проверим что я не так сделал для этого нужно в хумор серая на агрегатор поставил мне нужно поставить чуть ниже что категория поменялась теоретически она должна сюда да вот кстати то есть категория selector передал данные в хумор сервис через собственно говоря пап сап паттерн так давайте я вот это вот уберу не значит такое неважно давайте отключим еще отключим еще ну в общем работает и так у нас налажена связь между ними и так теоретически если мы сейчас нажмем кнопочку зря я закрыл в сервисе субскрайб понятно get мне нужно не сервис мне нужен control p мне нужен humor viewer да мне нужно вот в этом месте поставить бряку и проверить что когда я нажимаю случайный у меня пришел какой то как то будет по-русски у меня пришел данные видимо в консоли я сейчас посмотрю видимо нет а пришел я просто не посмотрел в консоли да вот он метод вот кстати все получилось то есть мы теперь можем создать view модулы так называемый dto который отправляется и так давайте их создадим и нам для этого нужно вот такую штуку я сделаю да то есть у нас приходит в моду у нас есть категория я здесь создам новый файл который назову x по-по-маленькому x he bit t s это будет по экспорт класс x he bit ну значит экспонат какой то и второй класс который мне соответственно потребуется x he bit давайте назовем его view модул тоже t s и здесь соответственно экспорт класс x he bit view модул да правильно так ну и в общем то раз уже скопировал я сюда вот так вот ставлю соответственно ну наверно плохо сделал давайте вот так сделаем x he bit я вот так вот сделаю что это у нас он будет x he bit вот он здесь у меня дальше дополнительная информация вот видите информации сколько всего то последний там назад вперед в общем это у меня будет number я сейчас сделаю по хитрому я сделаю вот так вот так и вот так и вот так вот и теперь осталось в самый x he bit напихнуть данные которые в нем есть я делаю вот так вот по хитрому опять же чтобы сэкономить свое и ваше время это мне будет дать date двоеточие это будет string точка запятой теги мы не будем обрабатывать ну в обмене как минимум давайте updated напишем date причем насколько я помню она nullable preview item ну это тоже не будем обрабатывать контроллерные мы так знаем что будем вот adult будет у нас boolean точка с запятой не попал точка с запятой id у нас number content это string и whole id тоже не нужен тайтл тайтл нужен это у нас тоже соответственно будет string ну вот так вот я по быстренькому создал дальше будем дихтовать если потребуется думаю что не потребуется итак у нас есть ex хибит view model который содержит в себе exhibit то есть информат помимо того самого сам приходит экспонат так называемый к нему приходит еще оболочка в которой можно посмотреть что непосредственно мы приходим и отходим то есть то чего у нас прилетает и вылетает в общем то так давайте я это уберу в сторону это я пока закрою в общем что нам нужно нам теперь этот вьювер нам есть случайный нам нужно изменить представление которое у нас будет отображено давайте я остановлю видео быстренько накидая html чтобы не загружать видео и продолжим итак я тут набросал небольшой html в общем что тут у нас есть у нас есть кнопки просмотра вперед назад лево вправо у нас есть заголовок идентификатор контент ну и дата создания дата обновления для того чтобы нам отобразить все что мы получаем на видео и давайте посмотрим еще раз что у нас есть контент а whole name я еще не отобразил ну давайте допишу пусть будет вот здесь маленьким шрифтом ну я пока так пишу холл вот итак для того чтобы нам это все отобразить нам нужно переключиться в как раз вот этот вьювер и у нас здесь вот этот респонс на самом деле уже является экспонатом давайте вот так и напишем exgibit да и ой бит нет что то не так написал еще раз exgibit да и соответственно нам нужно сказать что наш внутренний exgibit будет равняться exgibit у которого у нас уже объявлен вот он и это будет иметь тип exgibit вот он или даже нет мы здесь получаем viewmodel exgibit viewmodel так что а импорт да не хватает вот сам exgibit нам пока не нужен вот получается что у нас сейчас практически все есть что то я неправильно скопировал exgibit czy ну pardon x vid нет тут опять не то да что такое не получается вот мне просто нужно сюда i дописать таким образом получается что когда я получаю мне нужно теперь его тообразить и для этого мне нужно сделать что у ювера есть вот давайте назовем мода вообще-то потому что сейчас атаку сделаем до модов потому что мы здесь как раз получаем весь в моду который внутри уже есть вот таким вот образом не сделать теперь соответственно я могу сделать следующее ну для того чтобы не здесь отобразить title нужно поставить title и написать model соответственно я нажал сохранить теперь здесь сделаем еще раз моду сохранить можно проверить я нажму с получить случайный неизвестно получил или нет конечно ну ладно давайте проверим что его действительно получил для этого мне нужно f12 нажать открыть source у меня здесь уже вот он есть и я должен жить получить случайный да я его получил и он у меня изменился так теперь непонятно почему мне не меняется юай часто будем разбираться ну конечно я тут нечем разбираться просто я написал его дал а беру данные из x и вот так вот должно быть нажимаем проверить да все заработало ну извините промотался чуть-чуть x и ведь надо внимательно говорить данные в общем я скопирую такую штуку и здесь вот таким вот что этом скопировал интересным за где вот макаром сейчас все быстренько поправим чтобы было уже то что нужно вот . нет и так сохранить ну и теперь начислил начну кликать не вот вы видите что мы уже листается разные случайные так сказать экспонаты до музея ну и ага вот у нас появился здесь непонятная непонятность это решается таким вот способом я здесь давайте здесь сделаю див ну а теперь вот этот вот штуку я сделаю тоже в див напишу inner html но только по хитрому так вот байнд и мир хитом и байнд да вот и здесь скажу что я хочу как этому вот эту штуку вот сюда забандить это соответственно мне нужно убрать давайте проверим что он работает я кликаю естественно defined а ну вот теперь у нас уже получается html отображается в правильном виде такс ну что дальше что дальше дальше при нажатии на кнопки допустим я нажал какой-то случайный или давайте сейчас включу только анекдоты приходится работает но теперь мне не работает кнопки вперед-назад то есть там последний не последний для того чтобы это заработало мне нужно фьюмор сервис что у меня заработал еще вот такой вот метод который называется соответственно get humor by айди ну и здесь соответственно не нужно передать как вы понимаете идентификатор и здесь уже мне нужно это использовать get by айди и соответственно сюда передать айди нет что-то не то написал айди и собственно грамм не должно получить все то же самое кроме того что мне нужно вот этот вот вызов метода control c сделать на кнопках ну давайте допустим вот get button сделаем клик правильно же клик делегат нет бояки ну и здесь теоретически мне нужно передать моду как раз так это мне какой предыдущий да ну давайте давайте next next айди такс ну да наверное как то так и соответственно вот для этой кнопки которая здесь мне нужно сделать то же самое клик делегат так подождите почему делегат но делегат он прикинется мне нужно чтобы сработал триггер я вас ввел заблуждение триггер потому что они работают по-разному и описание их есть на сайте аурелии здесь я должен сказать модел так это у меня next значит соответственно этот стоп ниже с большой буквы next они здесь соответственно прив айди ну давайте проверим что это хотя бы щелкает нажимаем следующий так мне опять все сбросилось хорошо надо будет делать вот случайный и мы смотрим идентификатор 1235 я нажимаю следующий ничего не происходит желая предыдущий ничего не происходит мужчине те кнопки за давайте проверять такая я не сохранил меня этих методов еще нет наверное давайте кликнем 3671 сломался так ну первым делом давайте проверим что у нас уходят все параметры для этого достаточно сделать следующую комбинацию клавиши в 12 смотрим где у нас кит сервис параметр бряка стоит давайте нажмем проверяем напишем такой пара параметры категории все 7 объект заполнен получили до тебя же нажимаем еще раз нажимаем еще раз проверяем так у нас каталог не заполнился так получается что когда у нас катего каталог пустой каталоге у нас не заполнены давайте это поправим так для этого нам нужно что сделать но да теоретически нам каталоги нужны всегда давайте тогда сделаем вот так и проверим так здесь нужно отпустить бряку я выбираю случайный отключая бряку получил я нажимаю следующий включая бряку получил я нажимаю предыдущий получил получил но в общем то все заработало на 3 3 6 2 7 и нажимаю следующий 3 6 2 8 но в общем то все заработало так ну что дальше раз у нас уже практически все работает единственное что остается навести красоту правильно отобразить даты добавить дополнительный красоту а мы давайте подключим bootstrap наверное и что-то сделаем покрасить но это уже будет следующей серии а на этом пока всего спасибо за внимание